друзья всем привет меня зовут оксана волякова сегодняшнем видео я ну так постараюсь коротенько рассказать вам о том как сделать у меня заказ на пряжу так у нас раннее утро девочки пол восьмого я приехал на работу чтобы снять видео с утра но все равно уже что-то какое-то там хождение у нас поэтому если будут посторонние шумы то это здесь коллеги ходят тоже приходят на работу кто-то решил пораньше тоже прийти и так я коротко расскажу о себе меня зовут оксана гуликова у меня канал каналу полтора года и не так давно я начала продавать пряжу я снимаю видео показываю пряжу в видео рассказываю о ней называю стоимость пряжи номер цвета ну если я не забываю то говорю информацию о пряжи иногда забываю сказать информацию например метраж забываю сказать уж простите меня ну я же не компьютер я человек да как сделать заказ девочки выбирайте пряжу ну например из последних трех видео иногда я снимаю видео наличие тоже можете посмотреть у меня есть плейлист на канале называется разговоры о пряже вот хочу его переименовать надо найти как-то переименовать наверное его название старая значит посмотрели видео на видео я называю на говорю название номер цвета пряжи его стоимость записали себе на листочки название номер цвета и количество мотков и написали мне в соцсети в одноклассниках или в контакте а я всегда оставляю ссылки на свои соцсети под каждым видео тем более видео если не не мастер-класс а видео о пряже о поступлении пряжи написали мне я обязательно отвечу не беден вот бывает так что я не сиюминутно отвечаю девочки я иногда 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 могу в 9 вечера просто вырубиться и тогда рано утром могу ответить в общем отвечу обязательно в любое время когда у меня есть уже возможность ответить вам отвечаю собираю ваш заказ вы его оплачиваете я его фотографирую присылаю вам фотографию вы его оплачиваете и я вам его отправляю почты отправляю я только почты расчет посылки я делаю в приложении по самому самому дешевому тарифу значит вот слова забываю так по самому дешевому тарифу да упаковка у меня бесплатная это если я вам упаковываю в коробку коробки я хожу перу вот соседний магазин таковую в коробку бесплатно если у вас очень много пряжи то я упаковываю в мешок мешок стоит 100 рублей я их покупаю вот и также еще бывают пакеты которые я покупаю по 10 рублей туда влазит где-то 14 13 мотков но 10 рублей это ни о чем до упаковку стоимость упаковки ну я опускаю эту тему в общем упаковка практически бесплатно если только у вас не очень много пряжи там вот бывает заказ на 5 килограмм до бывает и 6 килограмм это уже идет или большая коробка если у меня есть но многие просят никаких коробок не делать их неудобно тащить почты просто если в пакет в мешок по лишь упакована то его просто удобнее взять и нести его в руках значит тариф я выбираю самый самый дешевый далее по тарифам я могу вам сделать просто расчета вашего заказа в приложении если вы мне напишите индекс самый дешевый я могу просто сказать что самые дешевые отправка это москва и московская область ну там два килограмма где-то 260 280 рублей стоит но дешево я считаю что это очень дешево дорогие посылки конечно на север но там девочки набирают уже побольше чтобы платить один раз и за много да много пряжи например чтобы было уже не жалко заплатить за эту посылку дальше выбрали написали я вам собрала фотографию дальше у меня есть накопительная система что это такое девочки система до слова то какое накопительная коробочка вот так буду вы мне пишите оксана я хочу накопительную коробочку это значит что я коробочки вообще всем завожу всегда я завожу вам коробочку все коробочки у меня подписаны и в эту коробочку на протяжении любого количества времени вы можете складывать свою свои заказы но заказы девочки должны быть оплачены правлю камеру меня куда это какой-то согласие от того что у меня камера неправильно но пряжа должна быть обязательно оплачена например положили вы до сколько-то пряжи туда оплатили и и лежит пришла поставка новая вы снова из нее выбрали снова я вам собрала вы ее оплатили она лежит или вы пишете отправляем или пусть лежит еще значит лежит мне все равно как скажете так я и сделаю по поводу оплаты я уже сталкивалась неоднократно с такими случаями отложите мне вот эту пряжу и пусть она лежит до новой поставки оплачивать ее никто не собирается девочки я так не работаю я не работаю с теми кто не решается оплатить пряжу вот знаете есть люди которые у них вот природой заложено тянуть резину они во всем тянут эту резину даже в оплате если я вам прислала счет значит его нужно оплатить бывают моменты я не не против того что у вас там нет возможности ведь сейчас заплатить может быть вы заплатите вечером может быть вы заплатите завтра утром или завтра во второй половине дня скажите мне об этом но не надо мне говорить о том что вы заплатите за эту пряжу когда придет еще следующий там например какой-то нордик или лидия чтобы заказать вашу лидию или ваш нордик мне нужно его проплатить а чтобы его проплатить мне нужно получить за товар деньги и вот то есть вы если вы выбрали пряжу будьте готовы ее оплатить не надо вот этих моментов когда я вам пишу все время нужно платить нужно платить нужно платить я знаю кто у меня там некоторые есть новым прям очень просят оксана но отложите я оплачу там вот 15 или 10 числа у меня зарплата но очень хочется человеку пряжу я конечно иду навстречу но когда мне вот таким тоном говорят я оплачу только тогда когда получу следующий заказ нет у меня это не работает вы когда приходите в магазин за хлебом вы за него платите не несете его домой до следующей покупки конечно нет так что девочки это все вы взрослые люди вы должны все это понимать так красоту вам немножко показать да сама сижу любуюсь пряжи много еще едет много тоже пряжи сзади меня витрина прям вот все это летняя вчера приехала вчера снимала разложена не по цветам потому что уже снимала вечером нужно было видео выпускать и и видео выпускать и домой нужно было мчаться потому что дома тоже всегда дела какие-то сейчас разложу буду раскладывать девочкам уже посылки собирать и разложу по цветам так ну вроде я вам все рассказала я забыла рассказать еще один момент очень часто пишут мне спрашивают оксана где сайт у вас где выбрать пряжу девочки сайта нет и не будет у меня нет таких бешеных денег чтобы заводить этот сайт я так знаете поинтересовалась конечно потому что вопросы задают ну думаю пойду-ка я узнаю как и завести этот сайт как его создать сама я конечно его никогда не смогу создать это нужен умный человек который очень хорошо разбирается во всех вот этих компьютерных делах в этих сайтах это стоит очень больших денег это стоит больше пятидесяти тысяч создать сайт мало того ладно 50 тысяч можно было бы там и готов поработать без сайта да потом создать этот сайт его нужно платить за него постоянно за то что он существует нужно платить деньги за то что он находится в пространстве интернет тоже нужно платить если я за все это буду платить деньги большие деньги то пряжа будет стоить очень дорого очень дорого как ну вот как она стоит например на сайтах да на сайтах где продают пряжу и в интернет магазинах потому что закладывается все туда закладывается транспортировка в пряжу закладывается вот обслуживание этого сайта и еще один момент сайты воруют вы представляете ну вот как бывает взламывают страницы соцсетях да также воруют сайты то есть сайты бывают угоняют если ваш сайт классный он раскрученный он хорошо работающий его могут своровать и вы представляете каково это будет если я затратила столько денег и у меня украдут вот эту виртуальную реальность да вот этот виртуальный сайт я к этому не готова вот не готова но сайт этот нужно тоже обслуживать в общем девчонки это столько мороки это нужен человек который будет этим заниматься ему нужно платить а значит пряжа будет стоить в разы дороже дороже гораздо дороже каждый артикул примерно на 50 рублей тогда на точно будет дороже стоить зачем нам это мы в видео выберем пряжу напишем оксане в соцсетях она нам соберет отправит все точно так же но гораздо дешевле без сайта но все равно я буду думать об этом конечно мысли это меня не оставляет если мне сделает кто-то предложение что мне создадут сайт и за какую-то небольшую стоимость там будут обслуживать его работать над ним то может быть я и соглашусь но пока нет пока я не готова тратить столько денег пока мне нужно развитие пока без сайта ну в общем на этом наверное все вроде бы все я вам рассказала задавайте свои вопросы под каждым видео девочки есть все под каждым видео с поступлением пряжи я оставляю ссылки на свои соцсети на одноклассники и на вк то есть пишите мне свои вопросы я отвечу вам обязательно вас обслужу будем вместе сотрудничать и я рада знакомству с каждым человеком иногда я хочу сказать что вам хочется может быть со мной пообщаться я не то что не иду на контакт я на него иду но тогда когда у меня есть свободное время но у меня его сейчас очень мало поэтому вам может показаться что я суховато с вами общаюсь нет это не суховатость это просто спешка я всегда спешу 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 мне нужно иногда общаюсь сразу с несколькими людьми и на иногда общаюсь сразу в нескольких с несколькими людьми и сразу в нескольких соцсетях вот поэтому здесь вот такая торопливость ну все вроде я все рассказала это видео я буду прикреплять тоже ссылку давать на ссылку на это видео я буду давать под видео с пряжей с поступлением пряжи чтобы вы могли посмотреть его подумать надо ли вам делать у меня заказ не надо ли может быть кому то нужны на самом деле сайты где можно посидеть повыбирать но у меня пока его нет я пыталась создала альбом вконтакте назвала его на ли пряжа в наличии но нифига не работает девочки вот он не работает его не смотрят почему то по нему не заказывают заказывают по видео вот пришла пряжа и начинают заказывать не пришла пряжа не смотрят этот альбом ну наверное потому что я всех посылаю посмотреть видео отправляю ну в общем так ну теперь наверное все давно к вам не выходила вот так в кадр лицом да времени нет девчонки но буду стараться снимать видео сейчас вот мастер-класс один недоснятый никак не свяжу не довяжу жилет ну в общем все я уже начала отвлекаться мне же тоже хочется с вами поболтать может быть прямой эфир как-нибудь провести выходной ну все всем желаю здоровья а еще подпишитесь на мой канал и нажмите колокольчик чтобы у вас колокольчик был черным цветом тогда вам будут приходить оповещение когда у меня вышло видео видео выходит с поставкой значит вы его сразу увидите и напишите мне заказ ну теперь все вам будет приходить оповещение да я сказала памяти нет вообще ну все мои хорошие желаю всем здоровья мирного неба над головой всех земных благ и человеческих женщинам женского счастья пока пока подписывайтесь подпишитесь подпишитесь Продолжение следует...